Юбилейная осень в городе с хорошим подарком от погоды. Прогулки в парках от того одно удовольствие. Удовольствие множится специальными праздничными программами. В Центральном парке города видновчане застали целый десант профессиональных артистов. Клоуны, жонглеры, канатоходцы, силачи, эквилибристы. Я предлагаю нам прямо сейчас отправиться в настоящее космическое день рождения путешествия. Большие мастер-классы, то есть цирковые артисты показывают свое мастерство. И на протяжении какого-то небольшого времени учат детей, приобщают их к разностороннему виду спорта. То есть это как культурное мероприятие. Большая программа для детей. День рождения города, день рождения клоуна. Актеры приглашены, их порядка 10 человек. Также на эстраде парка в эти дни кажутся все творческие коллективы видного. Большой праздничный концерт не только в центре города, но и на всех маленьких площадках. В глубине детского парка выставка продажа различных поделок, украшений. Все представлено местными мастерами. Тут же на месте импровизированные мастер-классы. 14-летняя Лида приехала из Домодедова вместе с мамой. Плетет браслетики-косички. Ловко за минуту штука. Лента привезла с собой десятки метров. Делится мастерством легко. Беру две ленты и петли. Это в принципе все из петли. Друзья и сами их плетут очень много. И многие соревнуются, кто быстрее плетет. Все очень просто. Хитрости немного. Профессионалам, как Лида, в этом деле стать очень просто. Чуть больше времени уйдет, чтобы стать мастерицей, как мама. В Тимоховском парке уличный фитнес для юных видновчан. Кто выше поднимет ногу, тот больше получит удовольствие. Впрочем, удовольствие и для тех, кто просто все это лицезреет. Более спокойное развлечение библиотеки под открытым небом. В этом сезоне они почти во всех местах отдыха пользуются спросом. Очевидно. Очевидно и то, что попав в видном нынче осенью в парк, точно найдете чем себя занять. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.